Это затруднительная для вас форма заявки «Финансово-экономическое обоснование затрат». Также обратите внимание, вот сейчас Екатерина тоже говорила, что у нас в информационной системе после того, как вы проходите предквалификацию, открывается возможность увидеть файл с разъяснениями от вопросов, поступивших нам в официальном порядке, на условия отбора. Этот файл у нас всегда актуализируется, поэтому там очень большая часть уже вопросов, на которые мы ответим. Инструкция по работе в информационной системе также размещена. Вы можете с ней ознакомиться, и если у вас есть вопросы, там все наглядно показано в виде скриншотов, поэтому надеемся, что у вас будет минимум вопросов. Константин. Так, подскажите, слышно ли меня теперь? Да, Константин, слышно. Надеемся, что все у вас удалось разрешить проблему. Мы вас слышим. Мы готовы передать вам... Вопросы где? На экране пока... Константин. 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 Коллеги, прием, прием. Константин, мы готовы вам передать слово для ответа на вопросы. Или же мы сейчас переходим к рекомендациям по заполнению файл. Как скажете? Давай, Елена, мы с тобой сходом организуемся. Ты только что зашла с соседнего вебинара. Сначала я на вопросы отвечаю, ты пока откроешь необходимые документы. Или сразу в целом? Да, давай. Сначала на вопросы. Окей, да. Давайте тогда сначала по вопросу. Вот, ваши вопросы, которые по конкурсу в целом, по критериям оценки, подтверждающим документам. Да, спасибо. Значит, первый блок по кадровым ресурсам. Вопрос первый. По условиям конкурса в состав коллектива должны входить уже трудоустроенные сотрудники? Или в случае победы, реформирования коллектива, можно трудоустроить часть сотрудников? Да, можно трудоустраивать сотрудников. Значит, я бы ответил с двух сторон на этот вопрос. Во-первых, мы понимаем, что при сроке работ в два с половиной года, ну, то есть до конца 26-го года, не удастся полностью, наверняка не удастся полностью сохранить весь состав кадрового коллектива вообще без изменений. Поэтому, ну, объективно, какие-то изменения будут. Кто-то будет появляться новый в коллективе, кто-то, может быть, хотя не хотелось бы, конечно, с коллектива будут уходить. Поэтому изменения в ходе процесса работ возможны. И в этом смысле, да, можно будет трудоустроить часть сотрудников. Но вторая часть ответа касательно именно подтверждающих документов и самой заявки. При оценке кадрового ресурса вашего мы будем ориентироваться на оценку компетенций, опыта, выполненных в НЕОКР, именно тех сотрудников, присоединения к работе которых вы сейчас можете подтвердить. И это подтверждение возможно либо существующим трудовым договором, договором ГПХ, либо гарантийным письмом, который, собственно, подтвердит в этом смысле, что сейчас сотрудник нетрудоустроен, но соответствующие договоренности с ним достигнуты, в случае победы он этим проектом может заняться. Поэтому, да, при формировании коллектива можно будет трудоустроить часть сотрудников. Но чтобы с опытом этих сотрудников подтверждать сейчас свой кадровый ресурс, необходимо подтверждающий документ. Вопрос второй. Есть ли в основном проекты, есть опыт в выполнении НЕОКР на прежних местах работы? Можно ли его показывать? Да, там, где мы говорим о подтверждении компетенций кадрового ресурса, нам важно понять, что члены вашего научного коллектива выполняли НЕОКР. И в этом аспекте для нас нет разницы, кто являлся заказчиком, в какой организации это происходило. Мы оцениваем именно компетенции людей. Учитывается ли наличие степени и звания исполнителей проекта? Напрямую в критерии кадровых ресурсов это не учитывается. Но это может учитываться в такой комплексной оценке плана выполнения НЕОКР в той части, где к различным блокам работы вы указываете, собственно, исполнителей. Если мы поймем, что в представленном кадровом ресурсе, ну, например, сейчас ни на кого не намекаю, просто в качестве такого абстрактного примера. Если у руководителя проекта нету в научной степени или, может быть, высшее образование, не профильное, ну, возникнут определенные, понятно, сомнения в том, что такой человек способен руководить научной работой. То есть вот в таком разрезе это может учитываться. Но в любом случае, если у тех, кого вы планируете привлечь к работе, есть степени и научные звания, ну, это стоит указывать в соответствующей форме. Вопрос третий. В форме справка о кадровых ресурсах графа 5 роль в проекте. Разумевается ли подробный развернутый ответ или достаточно краткое указание? Ну, не то чтобы здесь нужно прям развернуто на несколько абзацев описывать полностью роль проекта, но два слова «газодинамические расчеты» тоже, на мой взгляд, недостаточно четко указывают на то, чем человек будет заниматься. Я бы здесь рекомендовал, ну, и аналогично предлагаемые должности, например, ведущий научный сотрудник, мало что говорит о том, что человек в проекте делает. Я бы здесь рекомендовал эту информацию синхронизировать с той информацией, которую вы указываете в плане работы. Там, где вы сотрудников привязываете к определенным этапам, подэтапам работ. И вот со ссылкой фактически на эти подэтапы обозначайте действительно, короткими формулировками, но такими четкими, давайте, чем человек будет заниматься. Здесь действительно надо просто сохранить разумный баланс между достаточностью информации и неизбыточностью ее. Вопрос четвертый. Проложение 11. Критерий оценки заявок. Критерий наличия достаточного кадрового ресурса, выделяемого на выполнение НИОКа. Значит, не буду весь вопрос читать, просим сообщить для рядовых членов коллектива необходимый опыт руководства или достаточное участие в проекте. Здесь правильный вопрос. Действительно, здесь, можно сказать, небольшая техническая ошибка, опечатка. Мы постараемся ее в документах в будущем исправить. Естественно, имеется в виду, что по критерию оценки руководителя проекта оценивается его опыт руководства на основании приложенных документов. Для остальных членов коллектива, тех самых 40%, которым этот критерий применяется, оценивается опыт выполнения НИОКа. Не обязательно руководства. Вопрос пятый. Что подразумевается под основанием для включения исполнителя в состав коллектива для выполнения НИОКа? Страница 28, полбец 7. Секунду, я открою эту форму, уточню, что именно там в столбце 7. А, реквизита трудового договора, или что данный исполнитель будет принят на работу для выполнения НИОК. Если этот сотрудник в настоящий момент является сотрудником вашей организации, там указываются реквизиты трудового договора. Если он на данный момент не является, соответственно, столбец 7. Если это место работы, если я правильно понимаю, прям прошу прощения, я загляну в эту форму, чтобы не обсчитаться в столбцах. Неправильно вам не прокомментировать. Для трудоустроенных сотрудников это трудовой договор, для нетрудоустроенных это гарантийное письмо. Третий вариант – это договор ДПХ. Впрочем, здесь стоит с договором ДПХ быть аккуратными, так скажем, поскольку договор ДПХ обычно заключается на довольно конкретной работы и имеет соответствующий срок. Если вы планируете, что этот сотрудник будет в течение всех двух с половиной лет выполнять НИОК, сомнительно, что у вас есть такой договор ДПХ. Скорее всего, там будет указано, что он сейчас выполняет какие-то работы, они закончатся, ну, например, в конце года. И такой договор не может быть в этом смысле подтверждением, что вы с этим сотрудником сможете работать в следующем году и так далее. Здесь лучше будет гарантийным письмом подтверждать. Так, вопрос шестой. Просьба дать разъяснение в честь и подтверждения наличия опыта и исполнительный проект. Возможно ли указать работу сопоставимого объема для ощущения в настоящее время, предусловно, что этап завершен. Выше учитываться. Во-первых, да, указывайте. Здесь при оценке будет работать несколько факторов. Во-первых, конечно, по объему этой работы можно будет учесть только объем завершенных этапов, не всего договора, не всей работы. Это во-первых. Во-вторых, это останется на усмотрение эксперта. Но, собственно, там одним из факторов будет логичность, так скажем, завершенность этапов в содержательном смысле. То есть если по завершенным этапам можно сказать о том, что какой-то слитный блок работы завершен, результат в виде рядов, технологии достигнут, ну и просто на следующих этапах какая-то следующая доработка будет. Но эта работа будет, собственно, принята. Если же мы поймем, что по завершению этапов, ну, так скажем, содержательного результата пока не достигнут, он будет не оформлен в качестве готового решения, то в этом случае может быть такой опыт не принят к рассмотрению.